Израиль отмечает Тубишват, Новый год деревьев. Это еврейский праздник, которого нет в Торе и в Танахе. Однако в эпоху Гаонов в этот день иудеи Эрец Исраэль читали особые благословения. Это праздник начала отсчета урожая плодоносящих деревьев для отделения от него десятины, а плоды, созревающие после этой даты, считают урожаем следующего года. В Тубишват нельзя срубать и ломать фруктовые насаждения, а наоборот нужно сажать. В Израиле этим зачастую занимаются дети и новые репатрианты под прокровительством Еврейского национального фонда. Как и в Роша Шана, в этот день принято молиться и есть сладкую и вкусную пищу, среди которой должны быть семь плодов Святой Земли – пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, оливки и финики. Помимо этого, еще необходимо съесть фрукт из нового урожая и произнести один из псалмов. В последнее время празднование Тубишват обрело дополнительные традиции. Он стал временем походов и экскурсий, которые помогают людям в очередной раз проникнуться любовью к своей стране и ее природе. В этом году весенний праздник отмечают в необычном антураже – снег в Иерусалиме, на Голланах и в Галилее. На севере Израиля температура опустилась ниже нуля. В школах и детских садах переносится и отменяются занятия из-за обледенения дорог. Синоптики прогнозируют потепление лишь после 12 февраля.